привет 8 января ну что полетели дальше новый год новые надежды новые устремления всех поздравляю также с прошедшим рождеством с новогодними каникулами с тем что можно несколько дней расслабиться это очень важно и полезно и приятно я считаю пока идут праздники можно поздравлять совсем подряд что уже случилось что случится через несколько дней проблем нет главное что мы отдыхаем да и помните как штирлиц говорил запоминается всегда последнее так что разрешите еще раз со всеми праздниками вас поздравить пожелать всего самого лучшего здоровья вам вашим близким и хочу пожелать нам всем оставаться самими собой тогда все обязательно будет хорошо хочу в двух словах подытожить деятельность этого канала в прошлом году и сказать о двух замечательных результатах и событиях вы наверное уже чувствуете что это не будет связано с инжиром первый момент это то что почти половина всех просмотров это девушки это прекрасно я очень этому рад я не буду сейчас углубляться в тему что женщины в среднем умнее чем мужчины хотя я сам так считаю но не все я думаю смогут сейчас адекватно отреагировать на эту шокирующую новость но что совершенно точно что доказано наукой что девушки более разносторонние поэтому я уверен что мои творческие инициативы найдут отклик у девушек они точно не хотят лишние ненужной работы очень на это надеюсь спасибо вам огромное еще раз скажу это очень приятно и второй замечательный результат это то что больше половины всех просмотров на этом канале это украина я очень ценю наш позитивный и конструктивный контакт и взаимодействие это очень прекрасно когда-нибудь я скажу то о чем я на самом деле хотел бы сказать открытое о чем я думаю но я думаю те кто меня слышит уже довольно долгое время между строк это читается знаете что хотел бы сказать когда начинался майдан в конце 13 по моему да я как раз из москвы проезжал был в отпуске приезжал играть в покер на крещатик хорошо так играл вкусно кушал сладко пил не мои звонят а я прям в самом центре событий говорят слушай говорит там уже по он слишком весело становится давай приезжай домой сварим вкусного борща у нас есть шикарный самогон тоже как и у вас там в киеве ну в общем так все и кончился планово уехал что я хочу сказать когда я снова смогу спокойно докатиться до крещатика на машине я привезу полную машину веток всех приглашу все кто хочет приезжайте берите сколько нужно просто так единственно будет два условия первое это с каждым я хлопну по рюмахе и второе условие те кто останется в конце нужно большая просьба будет довести меня посадить за покерный стол вот только два условия больше меня ничего не нужно это будет шикарный день шикарный просто и я уверен что он настанет поэтому я говорю давайте очень важно остаться самими собой и тогда все в конечном итоге будет хорошо ура вот это просто мое пожелание нам всем чтоб так оно все и случилось мое 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В заключении давайте устроим 5-минутную прогулку по старой плантации На новой все будет немножко по-другому, но на этой я придерживаюсь принципа формирования основы Вот в таком виде где-то около полуметра, где-то чуть больше, где-то чуть меньше Уже вот видно по 2-3 зимы не перезимовали И вот вокруг этой сформировавшейся базы я уже танцевал бы дальше, если бы укрывал Как видно, кусты у меня посажены довольно густовато здесь, где-то в среднем через пару метров Поэтому я в конце сезона обрезаю, чтобы в следующий год повторилось все по-новой Они зарастают, собираю урожай, опять вырезаю, опять вырастают Вот здесь вот несколько кустов, вот таких полностью обрезанных, видите, монументальные конструкции Решил не удалять, оставлю это как памятник кривым сортам Смотрите, тут у основания уже около 20 сантиметров толщина Вот это вот я, то что я хочу, хотел вот делать с кустами, выращивать, чтобы они уже не вымерзали Вот и посмотрим, что получится, ну в зависимости от зимы, конечно И вот этому кусту уже 5 лет, плодов никаких нет Оставлю его, потому что вот то, что я показывал в предыдущей главе Даже вот молодые кусты, и то я довольно много усилий затратил, чтобы их выкопать Представьте, что здесь, и мне просто жалко Ну пусть растет, а вдруг через 5 лет он даст 50-100 килограмм И тогда я уже совсем седой, упаду ему в корни Просто рассылую его в зеленые листья, ясные его Поэтому посмотрим, пусть растет, потому что новый участок будет закладываться весной Но я покажу, что и как Так что будем оптимизировать дальше Там тоже на нем мы будем издеваться очень сильно над инжиром Но как мы с вами обсуждали, ему все это только на пользу Вот еще один куст, который был под уничтожение Это вот наша Стелла Артуа В видео старых это мелькало все Это вот машина, которую, еще раз напомню, кто раньше смотрел В первую зиму запрел, вырос из одной полудохлой почки Это уже будет в этом году 4-5 метров куст Ну это вот А, это Стелла Артуа Да, потому что она напоминает Олимпийскую Стеллу Сочи А предыдущую я уже даже забыл, как я его назвал Ну не важно В общем остальные кусты Раз уж я решил не укрывать Я оставил часть молодых веток Которые дадут урожай Первый урожай в начале лета И вот они гибкие Их можно спокойно заворачивать вокруг базы И укрывать Это все легко делается Вы если делали, знайте Если нет, то увидите все Сами Это без проблем И 5-10 кустов вы укроете за несколько часов Не заметите, не устанете даже Что еще хочу сказать Такой небольшой секрет Открыть тем пессимистам Или тем, кто наоборот только собирается Закладывать плантацию В том году, когда было время Я торговал саженцами Ну, висело объявление Люди заказывали Отвозил, отправлял Потом, когда уже на другие вопросы переключился Другая деятельность стала занимать Большую долю Во времени Поэтому я Просто ради интереса Поставил от 10 Саженцев Минимальная партия И все Никому Стало не нужно То есть, знаете, бывает Ну, интересуется, но не покупает Ну, интерес есть Потому что цена все равно В принципе, я в рынке Ничего там заоблачного нет По деньгам Все нормально Но Представьте, все Интерес пропал Запросов нет И это классно Вообще, смотрите Немножко на все Глубже, шире И И немножко вдаль Еще раз То, что мы говорили Все подтверждается Люди не сажают много То есть, 10 штук Это уже что-то для них запредельное Поэтому все, кто думает Закладывать Плантации Инжирные Спокойно Раскручивайте Инжирное колесо Фортуны Все нормально Ничего Грустного И неожиданного В негативном плане Не произойдет В ближайшие годы Это совершенно точно Потому что это вот Наглядный пример Это Кубань Где все растет Где только сажай И никому не надо А даже если кому-то надо Мы обсуждали Они насадят не то Потеряют время Потеряют интерес Выкопают Выкинут И забудут Так что Все будет хорошо А вот это мои любимые Кусты Когда я их посажу На новом участке Через 3-4 метра Это будет просто Машина Смотрите Он раскинулся Растет вверх Занимает большую площадь Укрывать Вот эти ветви Которые разваливаются Легко Пригинаем Укрываем Вверх Можно укоротить Все закутали Я вам говорю Еще раз 5-10 кустов Это все без проблем Просто от результата Кайфанете Ну что В заключении Это видео Хочу сказать Что ничего не поменялось В плане инжира Творческих планов Много Связанных с ним Новый участок Скоро буду закладывать Все покажу Там будут интересные моменты Хочу еще раз Всех поздравить С наступившим Новым годом Пожелать всем Всего самого Самого доброго До скорых встреч Спасибо вам За ваше внимание С уважением Владимир До свидания Субтитры создавал DimaTorzok